Итак, переходим к дворёбраме. Помните, кто был на спецкурсе связанных, два рёбра, это всегда рёбра между вершинами степени 2. Там были, в двусвязном графе так было, да? Там К-рёбра изучались. А вот есть рёбра, у которых в конце степени 2, мы уже видели вот по предыдущему слайду, что у нас достаточно много вершин. То есть достаточно мало рёбер на это, конечно, вершин. Понятно, что два рёбра есть, исходя из вот этой оценки, раз меньше, чем два ВАДЖ. Даже можно тупо, грубо оценить их количество. На самом деле мы немножко оценим структуру, как они расположены вместо этого. Мы выясним, что в каждом ухе, сейчас мы выясним, что в каждом ухе ушастого разложения есть по два рёбра. После этого мы выясним, что два рёбра, выкидывание дворёбер делает граф, во-первых, несвязанным, во-вторых, лесом. Вот. И выясним, что любые два ребра тогда лежат на цикле. В общем, кое-что из этого выясним. Вот такое прикольное завершение. Как ни странно, два рёбра очень важная вещь для структуры играют. Итак, два рёбра – это когда оба конца степня 2, Е2 от Ж – это множество, Е2 малое – это количество два рёбер. Теорема 6. Вот пусть есть ушастое разбиение, двудольное разложение на уши. Ж0 равно… Ж0 равно Ц0, где ценой цикл П1-2ЛПК. То есть, классическое разбиение на уши не начинается красиво под графом, а с цикла. Вот. Тогда Ц0 содержит хотя бы два ребра, а каждый из ушей ПИ содержит хотя бы одно два ребра. Два ребра. Вот. Отсюда можно оценить количество два ребра, потому что мы знаем количество ушей. Что количество ушей – это Е-Ж, Е-Ж минус В-Ж, значит Е-Ж минус В-Ж плюс 2 будет обязательно. Какие-то количество ещё называется циклотомическим числом графа Е-Ж минус В-Ж плюс 2, потому что, если он связан, то Е-Ж минус В-Ж плюс 1 – это число ребер сверх остовного дерева. Как бы остовному дереву единица присваивается, а дальше ещё, ещё, ещё. Ну, это нам уже не очень нужно, просто так. Так, сначала мы докажем, что каждое ухо ПИТ содержит два ребра, а потом разберём с циклом Ц0. А давайте рассмотрим все двудольные разбиения… Это не так просто, кстати, как может показаться. Мы, вот, внимание, рассмотрим все двудольные разбиения Е-Ж на уши, в которых одно из ушей под путь ПИТово. Вот, что это, что бы это значило. У нас есть ПИТО – это простой путь… Есть мне не картинка тут. Вот, ПИТО, скажем бы, пусть это было ПИТО. Простой путь с концами в Ж и минус 1 был. Ну, то есть ПЖТ в Ж и Ж минус 1. Да, так вот, этот путь имеет какую-то кучку ребрышек. Каждый ребро – единственный объединитель на путь. Как каждый ребро на путь? Нет, 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 смотрите, ещё раз. Это просто картинка. Я возвращаю обратно, чтобы вы не читали лишнего оттуда. Итак, вот этот есть путь ПИТО. Но хотим, конечно, что в нём есть два ребра. Значит, давайте посмотрим все уши, все возможные разбиения на уши, классические циклы стартующие, которые содержат кусок этого пути, какие-то ребра этого пути. То есть какой-то подпуть ПИТО. Такое, как минимум, одно есть. Это разбиение, которое содержит ПИТО, да? Так что одно такое разбиение точно есть. Может быть, есть ещё. И мы выберем такое разбиение, где этот подпуть минимальный по включению. То есть, вот, например, пусть Ж – это ценой штрих, и тогда это ДПК штрих, К всегда одинаковое. А ухо ПДЖ штрих – тот самый минимальный включение под путь ПИ. Это означает, что никакой подпуть ПДЖ штрих уже не добавляется в качестве куска уха. Даже в качестве куска уха. Вот, то есть, вот так вот. А, сейчас, нет, секунду. Сейчас. Нет, не куска уха, а ухо. Лапшу хотел на уши повесить. То есть ПДЖ штрих – это чисто ухо и подпуть ПИТО. И нет уха, которое было бы ещё мельче. В частности, если, как вы говорите, ребро было бы, если ПДЖ штрих – ребро, то это очевидно так. Но это не обязательно ребро, это какой-то путь. Ребро, оно быть не может, потому что мы знаем, что в разбиении на уши минимального графа, минимального линтернаторного графа, не может, каждое ухо иметь длину хотя бы 3. Вот. Итак, вот это вот СЦ 0, штрих и так далее, ПК штрих. А ПДЖ штрих – это минимальный включение под путь И. Пусть его концы – это вершины А, Б, А и Б, из В от Ж штрих же минус 1, как положено. И давайте опять Ж штрих С со штрихом. Это вот такой вот частичный граф. Частичное объединение, да? Вот. Сейчас мы будем это все использовать. Наверное, на следующей странице нет только этого определения. Ж, 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 Ж штрих. Щелк? Нет. Ладно. Нет, ничего подобного. Мы хотим доказать, что два ребра есть в ПДЖ штрих. Этого достаточно, чтобы доказать, что оно есть в ПИ там. Правда? А потом доказать, что есть два ребра в цикле С0. Это мы отложим на потом. Сначала мы разберемся с ушами. Сейчас, подождите. То есть цикла цены мы пока не касаемся. Потому что можно сокращать записанное. Значит, я понимаю, что я... Ну, обозначение записать, конечно, полезно, да. Тут просто нет пока никакого смысла. Пока такое обозначение есть. Смысл, что ПДЖ штрих минимальное включение в путь. Дальше будет более интересная страница. Утверждение. В внутренней вершине ПДЖ штрих имеется степень 2 в Ж. И следовательно, ПДЖ штрих содержит 2 ребра. Ну. Так, внимание, степень 2 в Ж. То есть понятно, что когда мы добавляем это ухо, все внутренние вершины ПДЖ штрих имеют степень 2 в этом графе. Но мы хотим доказать, что из него не уходит никаких других ребра. То есть что означает, что эта степень была бы не 2? Что в каком-то потом процессе, когда потом мы еще какое-то ухо будем строить, мы добавим еще... Это ребро тоже добавим внутреннее. Предположим, противное пусть у этой вершины ПДЖ штрих, и она смежна с В. А тогда где лежит В? Давайте попробуем разрисовать и понять это. А что, нечем рисовать сегодня? А есть, есть. Вот жило-было ЖДЖ минус 1 штрих, вот ПДЖ штрих, и вот решена У. Она не может быть смежна с этим, правда? Тут у нее степень 2. Значит, мы ребро УВ проводим куда-нибудь вот туда вот. Туда, где еще... Где еще у нас нет пока. За ВДЖ штрих. Теперь внимание. ВДЖ штрих по одной из тем, которые мы доказывали красиво под граф Ж. Любой граф, полученный в качестве частичного объединения ушей, красивый. Значит, существует такое прочитание Н, которое разбивает на пары все вот это. Все, кроме этого ЖДЖ штриха. Правильно? Вот. Теперь дальше. Понятно, что у любого УВ не можешь принадлежать Н, потому что Н разбивает на пары все, кроме ВДЖ штриха, а УДЖ штриха. Потому что она на пути ПДЖ штриха. Вот. Однако существует прочитание М, содержащее УВ в графе Ж, потому что у нас граф элементарный, мы знаем, что в двухдвольном графе все ребра допустимы. Кстати, спойлер. Внимание. В недв двухдвольном графе это не так. В недв двухдвольном графе бывает реально, что допустимы ребра связаны, но не все. А в двухдвольном бывает. Вот. Значит, берем прочитание М. И, как и раньше, мы можем взять Ку, компонент у графа Ж от симметричной крайности МН, содержащую У. У вершины У в Ку явно степень 1, потому что Потому что У покрыто ровно одним из просочетаний. А раз так, то эта компонента является путем. Правильно? Так. Теперь давайте-ка я поставлю черточку, которой тут не хватает. Опка, можете посписывать все, что вам надо отсюда. Да, блин, где это? Вот. Оп. 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 Так, то, что это путь, оно понятно. Чем он может кончаться? Конечно, он может кончаться ребром из М, потому что ребра из Н не могут иметь ничего общего с графом Ж-ж-штрих. А кончается он Ж-ж-штрих. Да, более того, ребро из М, оно обязательно целиком висит вот здесь, а здесь каждая вершина покрыта двумя ребрами. Значит, если этот путь кончается, то он кончается в графе Ж-ж-штрих путем М. Ну, это мы уже не такая конструкция делали в этой главе. Их следят на вершины У и З, этот конец З, они разного цвета. А путь, соответственно, имеет нечетную длину. Это как раз рассуждение с этой идеей. Это мы его уже много раз применяли в нескольких ремах. Это уже Боян, вы правы. Тем не менее, надо его проговорить, и мы рассмотрим дальше два случая. Вот картинка. Вот это З-У, вот это Ку. Вот такая картинка. И в нем чередуются цвета, соответственно, З-У разного цвета. Первый случай. Где может лежать З? Во-первых, он лежит на пути, а во-вторых, он лежит в графе Ж-ж-штрих-ж-минус-1, включая вершину А и Б. Значит, первое, это внутренняя вершина пути П-Ж-штрих. То есть, вот так лежит какие-то картинки. Оказывается, что в самом другом случае ребро УЗ можно убрать, полученный как оттанец элементарный? Это не обязательно ребро УЗ, это кусок. Ну, в общем, сейчас посмотрим, да. Почему УЗ? УЗ это не ребро. Если УЗ окажется ребром, то его можно убрать. Это, конечно, но в общем случае З это не ребро. Поэтому надо немножко еще пострадать. Итак, давайте посмотрим сюда. Не умоляю общности вершины, расположенные в порядке А, З, У, Б. На всякий случай, то, что З и У именно черные и белые, а А белые и черные, я использовать не буду. Это мне не нужно. Это я так просто нарисовал разно цвета. Но то, что цвета чередуют, использоваться не будет. Используется больше в такой порядок. Это точно не умоляю от общности. Назначен такой путь П-штрих. А, П, Ж, Штрих, А, П, Ж, Штрих, З, дальше К, У, вот это. Вот все, кроме, почти как сказал Стас, не кроме ребра, так и кроме куска З, вот этого. Вот это будет П-штрих. Он вообще тоже бы подошел в качестве ушка. Вот. Возьмем граф H, который есть Ж, Ж, Штрих, А, Б, Н, С, К. Вот этот вот граф, который как раз вот нарисован снизу. Он представляется еще в виде Ж, Ж, Штрих, минус один, с добавленным путем П-штрих и с добавленным вот этим вот куском. З, П, Ж, Штрих, У. То есть, грубо говоря, мы сначала добавили вот такое ухо, а потом есть еще такой путь. Ну, путь, может быть, мы не добавили в качестве уха, но это неважно. Кто намешал бы добавить вместо вот такого уха вот такое ухо? Да никто не мешал. А потом вот этот кусочек. А кусочек добавиться не мог, понимаете, почему? Он строго меньше. Вот сейчас мы это формально и объясним. Смысл уже понятен, я думаю. Так, я думаю, что граф H, он красивый. Потому что вершины... А, вообще, да, потому что вершины пути Q разбиваются на пары по рассчитаниям N, да? Вот этим штриховым. А все вершины, кроме Ж, Ж, Штрих, тоже разбивались. То есть, в Q ушло несколько штриховых пар. Остальные вершины тоже разбиваются на штриховые пары. Значит, наш граф красивый. Вот, поэтому по лиме 11 штриховое двукдольное разбиение на уши вот такое. Ж это H, обвините, какой G, плюс один, и так далее, какой-то QK. Один кап пропал? Ну ладно. Я специально написал до QK, потому что общее число будет именно такое. У нас какая, помните, константно, да? Сейчас я сделаю это исправление. Что-нибудь не понравилось, да? Что-нибудь не понравилось? А, там капа не хватает. Два раза. Сберем такое разбиение на ушки двудольное. И вот здесь еще тоже. Вот. То есть, это H, обвините, QG, QG, плюс один, тря, и QK. Такое разбиение есть по лиме 1, потому что H красивый. Вот. А теперь мы вспомним, что такое у нас H. H это C0, штрих, и так далее, это PG, штрих минус один, и обвините еще с P штрих. А дальше обвините. Э-э-э, QG, плюс два надо было, да? Потому что P штрих вместо G этого пути, а это вместо G плюс первого. Значит, надо QG, плюс два написать. Ну, потому что общее число должно сойтись. Я думаю, вообще, это было пофигу, но так просто красивее, когда общее число правильное. Мы же знаем, что оно константно. Значит, будет QG, плюс два. Индекс константного такая штука, знаете, чем хочешь, тем и назову. Правда? Я хочу так. Потому что K у меня мировая константа. Я G минус V от G. Вот, вот так оно и будет, значит. И что я могу сказать? Могу сказать, что это корректное разбиение на уши, потому что путь ZPG'у тоже, разумеется, нечетен, они разного цвета. Путь вот этот вот P' тоже нечетен. Значит, получили двудольное разбиение на уши. Ну, и что я могу сказать про двудольное разбиение на уши? В нем участвует кусочек пути P'G', который не мог участвовать в разбиение на уши, потому что он был минимальный. Значит, противоречие с предположением, что Z, что U имела степень троечка хотя бы. Значит, все-таки все степени двоечки. А тогда все ребра... Трасьте, какие люди! Тогда все ребра пути P'G', они все два ребра. А мы твое хотели, мы их нашли. Так вот, теперь я начну двигаться к... Я жду, жду, жду. Пока, пока, пока. Нет, на самом деле, Миша может... Ой, можно Миши условить, я ему хоть сказать. Миша, два ребра, это такие ребра, у которых оба конца степени 2. Мы хотим доказать, что в минимальном элементарном графе, если эти удовольные разберения на уши, каждое ухо содержит два ребра. Вот. Минимальность, которую при любом любителе, это минимальность. А еще хотим доказать, что исходный цикл C0 в разберении на уши стартовый тоже содержит 2-2 ребра. Вот я быстренько вам покажу это условие. Вот. Вот такое вам доказываем. Для этого мы взяли разберение на уши, интересуемся ухом поитом, и взяли все разберения на уши, которые рассматривают куски поитого. Да? Под пути поитого в качестве уха. И считаем, что Pg-штрих – это минимальное при включении его под кусок. И разбираем два случая. Да, мы, значит, мы хотим доказать, что все внутренние уши на Pg-штрих имеют степень 2 вообще в графе G. Вот не так нарисованы на картинке, а в графе G. Мы предполагаем, что это не так, тогда у нас есть вот такое ребро, оно точно уходит вне, потому что в Gg-штрих – это точно степень 2. Это ухо только добавлено, значит, это туда. С этим ищем противоречие. Мы нашли чередующийся путь на два просчитания, статующий V и кончающийся в Gg-штрих. И есть два случая. Первый случай, когда этот путь кончается на пути Bg-штрих, Z-кой. А второй случай, когда Z-ка лежит вот здесь. Первый случай мы только что рассмотрели. Второй сейчас мы там аналогично. Тем не менее, кстати, когда мы добьем, это еще будет не конец. Надо еще разобраться с циклом. Но мы цикл сведем к другим ушам. Нет, здесь вроде все правильно. Вообще интересно, что как раз многие довольно непростые теоремы у Ловаса там доказаны довольно четко и подробно. К сожалению, там есть какие-то утверждения, которые ему очевидны. Они обычно, правда, отдельно пишут такой сплошной текст. Вот это так верно, вот это так верно. Он думает, что, блин, ну, конечно, это верно, но как-то все-таки тоже это надо доказать все. А как раз теоремы, которые вроде посложнее, у него доказаны более, как правило, более тщательно. Я уже понял, что поэтому не длинный теорем, у него надо бояться, а чего-то ежуясно очевидного. Но зато в этой науке нету счета. Как вот в отличие от этих примеров. В случае 2. Вот такая картинка, когда Z попала вот сюда. Вот путь куда, шел до сюда. Но вы же понимаете, что мы будем делать точно то же самое. Z имеет какой-то цвет, правда? Вот либо A, либо B имеет другой цвет. A и B это концепт типа G'. Неумоляющийся, если Z и A разных цветов. Тогда B и U разных цветов, правда? Потому что Z и U разных цветов, Z и A разных цветов, и A и B разных цветов, да? Тогда эти вершины тоже разных цветов. Вот цвета тогда именно такие. Как нарисованы картинки. И на этот раз все не умоляет никакой обществе, потому что U это единственная точка на пути PG'. А цвет нам нужен, чтобы найти что-то там четное или нечетное, соответственно, нечетный путь. Вот, значит, что я могу сказать. Оба пути B, PG' U. Вот от B до U, вот этот нижний кусок. И P', а P' это от Z мы пошли до U, а потом вот так по PG' до A. Так вот, это два нечетных пути. Ну, вы поняли теперь, что мы будем добавлять, вместо того, как мы добавили? Мы аналогично берем граф H, который есть G' объединить Q. А он же есть G' минус один штрих объединить P' объединить B, PG' U. И точно так же это красиво под граф G. Потому что все остальное разбивается на пары штрихованным просчитанием N. Вот, только N мы в этот раз не вводим, но он точно так же будет красивый. То есть мы будем, да, мы построили все точно так же. А, вообще мы построили это в общем виде, вначале рассуждения, да. Потом мы смотрим, куда придет наш путь. Значит, тогда полемия 1, что удовольное разбиение на уши, стартующее с графа H. И здесь тоже самое надо все подправить. Это удовольное разбиение на эти самые уши. Ну, конечно, просто хочу, чтобы номера были правильные. В принципе, формально говоря, в этом нету ошибки. Но есть только в том, что до К дойдет. Это до К дойдет, так что лучше все подправить. Сейчас. Я сделаю все правильно. Потому что, как бы, вот здесь G-3, G-1 путь есть. Здесь, значит, G-2. И мы вот так вот делаем. Ну вот. Ему полегчало? У него все стало правильно с индексами? Ну, что я могу сказать? Путь Z-PG-U нечетен. Путь P-штрих тоже... А, стоп. Это я не хочу сказать. Это я уже говорил. Это фигня. Вот этот слайд нужен. То есть, получается, удовольное разбиение на уши, и одно из ушей это B-PG-U, опять же. Вот это вот. А оно строгое, потому что P-G-штриха этого не может быть. Значит, есть минимальное-минимальное. Противояя часть тем, что вершина U имеет степень 2. Ой, не 2. Значит, U степень 2. Значит, у всех этих вершинок P-G-штрих внутренних степень 2. А они, кстати, обязательно есть, напомню. Потому что каждое ухо имеет длину хотя бы 3. Мы это доказывали. Значит, соответственно, хотя бы одно-два ребра на P-G-штрихе есть. Сейчас, там про обозначение. Вот там по P-штрихе это путь из A в U по P-G-штрихе. Нет, нет, P-штрихе это путь из A в Z. Нет, я не видел последовательность. Он из A по P-G-штрихе до U. Потом идет по Q до Z. Может быть сначала должно быть A по P-G-штрихе, Q-Z. А там что написано? А, Q-U. А, спасибо. Там просто опечатка, лишняя буква U. Этой буквы U просто не должно быть. Она туда прокралась совершенно, понимаете ли, случайно. Так или иначе, эту страшную теорему мы вроде доказали. Спасибо, Костя, опечатка исправлена. Вот. Да, но этого всего тоже не бывает. Значит, мы разобрали оба случая и Z на пути по G-штрихе, и Z в G-штрихе минус один G. В обоих случаях мы выяснили, что это лажа. Так, что-нибудь дальше-то. Ах, забыл конец доказательства утверждения еще поставить. Дальше мы сейчас из этого быстро увидим теорему. Нам, грубо говоря, все доказали для ушей. Останется доказать только для чего. Для... На этом утверждение закончено. Мы доказали. И фактически из утверждения следует, что раз все степени по G-штрих двойки, значит, на нем есть два ребра. Значит, в каждой мухе уже есть два ребра. Осталось доказать, что в циноле есть два ребра. Ну, как это сделаем? Мы это сойдем к ушам. Нет, это все правильно. Вот завершение на качество теоремы 6. Нам надо доказать, что в цикле циноле есть два ребра. Вот нарисуем этот цикл циноль. И смотрите, вот у нас же... Если у нас вообще наш граф – это цикл циноль, то там два ребер, не то что два, там их вообще хотя бы четыре, правда? Вот. Все хорошо. Значит, остается случай, когда у нас нет цикла циноль. Тогда у нас есть ухо P1. Давайте мы его изобразим. И хочу сказать, что ухо разбивает наш граф на два... Наш цикл на две дуги. И эти дуги тоже могут быть ухами. Правда? Ушками. Вот сейчас мы это и сделаем. Концы пути P1 разного цвета. Значит, они разбивают цикл на две нечетные дуги. Вот. Что это? Смотрите, они образуют два цикла. Например, вот смотрите. C и P1 образуют цикл Z, а C' и P1 образуют цикл Z'. Тогда мы можем разложить на уши по-другому. Так, только вот не P1 здесь должно быть, а P2. Как бы P1 вошло в Z. Значит, чтобы было правильно, должно быть P2. Да, P1 мы уже использовали. Вот два таких есть разберения на уши. И в этих разберениях у нас дуги C и C' – это уши. Можно было, конечно, отдельно доказать для цикла. Это, в принципе, можно было и здесь провести такое же осуждение с минимальным включением. Но мне просто категорически лень, потому что я каждый из двух цикла C и C' сделаю ухом, а для такого уже доказано. Правда? Значит, и в C, и в C' есть два ребра. Ну, это очень хорошо, это как в цикле ц0 есть два два ребра. Значит, теперь можно сразу написать, что E2G, или хотя бы E минус V плюс 2, потому что E минус V – это количество ушей, а 2 за счет цикла ц0. Тут даже нечего делать. Вот. На этом мы первую часть работы с дворебрами закончим, а теперь мы из этого извлечем еще несколько следствий. Вообще, количество следствий в этой голове должно зашкалить. Такие теоремы, которых много чего следует. Я исправлю опечатку, потому что не на цикле C, а на цикле C 0. Правда? Вот. Вот так. То есть, следующая теорема. Пусть же опять минимальный металлодольный граф, мы только-таки изучаем. Причем нечего-то... Ну, следствие очевидное. Там даже доказать нечего перепишить себе его формулировку и ладушки. Я уже даже не раз произносил это следствие. Просто сформировать-то надо, а вдруг вот зафиксируем результатик. Потому что, конечно, мы знаем оценку на V, на E, но E минус V плюс 2 тоже. Эта оценка на самом деле... Сейчас, я подумал, у себя ли она точная? Хрен ее знает на самом деле. Так, мне кажется, что она тут иточнит. Так, навсегда. Я тоже думаю, да. Так, так, C4... И к нему прибавлять аккуратно ушки. Нет, C4 нельзя, C6, Стас. C4 дальше не размножается. Надо взять C6. А, вот единственное, что... Ну да, если прибавлять ушки, в цикле... Если прибавляешь первое же ушко, то в цикле останется... Ну, она не точна только, если один цикл. Там уж 4 минимум ребра. А дальше, если взять C6, к нему прибавлять вот такое троенное ушко, и дальше их, по-моему, размножать. Но, в общем... Я, наверное, не буду выдавать задачи построить такой пример. Мы и так уже настроили примеров. У меня там другой, по-моему, по задачам. Пока висит простая. Десятая тоже несложная. Но все эти задачи интересны тем, что они все-таки требуют какого-то понимания лекции. И те, кто их уже хорошо поизучал, решают, по-моему, момент выдачи некоторых задач, да? Вот. Ну, вот теперь следующая теорема. Пусть же это минимальный элементарный двудольный граф отличного отчетного цикла. А C цикл в G. Тогда C содержит 2-2 ребра, разделенные на C двумя вершинами степеней не менее трех. На самом деле, это почти что следствие из предыдущей теоремы. Можно было тоже следствие назвать. Но я бы сказал, что он длинноват для следствия. Все-таки я его... Вот, как я сказал. На всякий случай, если бы C был красивым циклом, да? То делать было бы нечего. Потому что мы могли бы, начиная с C, стартовать это самое... ушастые разбиения. С красивого цикла можно. Но! 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 С это все-таки не обязательно красивый цикл. Он может быть некрасивым циклом. Может, все стороны не разбиваются на пары. Тогда бяка. Тогда надо работать отдельно. Как-то страдать. Итак, поехали. Поэтому и теорема не следствие. Вот именно поэтому я не могу сделать такое короткое рассуждение, стартовав с цикла С. Потому что не с любого цикла С можно уши стартовать. А только с красивого. Вот. Итак, пусть G это C0 объединить с поединкой и ПК. Это разложение на уши наше. А К тогда хотя бы единица. Почему? Потому что граф не цикл, значит, Е минус В хотя бы один. Для не цикла нужно хотя бы одно ухо. Вот. Но если цикла не было бы никогда разделено на вершинные степени менее 3. Как всегда, же И это вот такой граф, кончающийся по И, то мы рассмотрим такое И, что это первый подграф, целиком, стержащий цикл С. Цикл С есть в графе? Есть. Значит, в некоторый момент, в некоторый момент наш цикл С запихается в граф. Пусть он запихнется первый раз на этом шаге. Ой. 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 Если же И равно же 0, равно С0, конечно же. Видимо, буква С здесь немножко русская. Ну, тем не менее, это понятно. Если тогда цикл красивый, с него мы начали и все. Там только одна С такая, да, нехорошая. Невидная. А можешь напомнить, минимально, значит, что если выкинуть любое ребро, то ребро... Да. Да. Нет, любое одно, и любое подножье слишком сильное условие. Например, связанность утратится, и фигушки он тогда будет элементарным. Так что любое подножье условие слишком сильное для бесполезности. Так если же И равно же 0, равна ценой, то все понятно. Тогда мы стартуем с цикла С0. Значит, дальше И, конечно, больше... Больше равно единице, наверное. Да. Больше единиц мне не надо. Мне надо, чтобы ПИ было реально дугой. Здесь вместо больше надо написать Г. Зато на видео останется правильное. Так как с этого цикла можем стартовать? Ну да, хорошо. А концы... Мы стартовали. А степень 3? Нет. Тогда концы П1 степень 3 уже имеют точно, правда? Ну что мы знаем в Терее? Мы знаем... посмотрим на эту картинку. Давайте вернемся назад. Вот сюда. Смотрите, мы и на С' и на С нашли по два ребру, правда? И они разделены А и Б. А и Б это вершина степени 3, правда? Это нам подсказывает мысль, что если мы с цикла С0 стартовали, это все хорошо. То есть, для этого цикла все выполнено. Так что этот случай очевиден. А дальше в случае и хотя бы единица. Тогда очевидно, что ухо ПИ это дуга цикла С, правда? Смотрите, у нас не было цикла. Вот у нас не было... Ой. Не было цикла С. Мы были несчастны. И тут наступило счастье. Откуда оно наступило? Потому что мы добавили вот эту дугу ПИ. Вот это сотрем, это теперь не надо. Штрих тоже не надо. Как вот добавили такую дугу все внутренние вершины двушки и цикл С появился. Значит, это есть просто кусок цикла С. Вот. И мы знаем, что на этом появившемся ухе в куске цикла С точно есть два ребро. Хотя бы одно. И вот эти два конца отделяют его от другого конца цикла С, куска цикла С. Другой кусок цикла С очевидно, тоже не ребро. он должен иметь хотя бы несколько внутренних вершин. Мы докажем, что на нем тоже есть то, что нам надо. Вот такая программа. Это значит, ПИ содержит два ребро. Е это хорошо. Значит, теперь давайте посмотрим вот сюда. Что такое Е? А, дальше мы сделаем халяву. У нас было следствие 4, которое говорит, что мы умеем стартовать ушастые разбиения. С любого цикла не умеем. Но с цикла, содержащего любое одно конкретное ребро, умеем. Я даже могу вам это вернуть. Такое утверждение было в следствии 4. Просто оно было далеко. Где же оно было? Если есть ребро, то существует дольное разбиение на уши, для которого Е принадлежит ЕЦ0. Вот. Этим мы и воспользуемся. И это теорема 7. И значит, мы стартуем с цикла С0'', который содержит ребро Е. И давайте теперь возьмем, теперь возьмем Ж, Ж' первым подграфом, опять содержащий цикл С. И на этот раз Ж больше нуля, потому что если цикл С0'', равен С, то мы опять точно так же докажем, что у меня есть два ребра раздлинуть, чем надо. Вот. И что? Тогда ПДЖ'', это новое ухо. И опять дуга цикла С, правда? И она тоже содержит два ребра Е''. Но вот эти, вот если это ПДЖ'', вот это вот, то очевидно, что ребро Е точно осталось тут, потому что оно было вообще в стартовом цикле. Значит, новое ребро Е'''', от Е'', отдельно, теми двумя вершинами степеней, три и больше. Так вот мы творчески просмыслили то доказательство и доказали вот такое из него фактически следственное немножко подлиннее. Вот. Опознавайте и не тороплюсь. У нас там впереди еще три теоремы, но они все гораздо проще, чем вот эта шестая про уши. Не знаю, когда мы все закончим. Мне кажется, мы закончим незадолго, чуть-чуть раньше с ними теореме, чем конец. Наверное, не будем стартовать главу 7, потому что как-то это, она мне заготовлена уже, первые 14 страниц главу 7 я заготовил тут. Первые сколько? 14 слайдах. Но там ничего очень сложного нету. Я не добрался до мрака. Там есть непростая теорема, но я ее доказал короче, чем у Лоуса Пламера, потому что мы сделали больше лем, где им все было очевидно, мы сделали лемы, я им воспользовался, они были сделаны в предыдущих главах. Я там кое-где сократил на страничку другое доказательство сложной теремы. Благодаря тому, что раньше я, в отличие от него, не халявил. Потому что я не только по книжке Лоуса Пламера все это делал, а еще и по другим книжкам и статьям, где для какого-то из места мне понадобился кусок упражнения. Помните про то, что максимальный барьер, если выгнать любая компонента, фактор критической. Какую лему мы доказали там? А, как выяснилось, большой кусок доказанного Лоуса в сложной тереме, который я сегодня там расписывал, прекрасно заменяется использованием этой леммы. Там, фактически, делается это же рассуждение. А с леммы даже коротко раз исследуют все. Причем он проделал два раза. И даже, как-то неудивительно, оба раза не принялся записать. Я не сказал, что логично. Но зато из того, что компонент, фактор критический, все следует. Поэтому там мы только сэкономили. Там будет тоже несложное начало. Но я боюсь, что дальше там такие картинки на целую страницу. Мне кажется, это вместо ушей, понимаете? Вот вместо ушей. Что следствие 9. Я обещал, что их будет много. Пусть G это минимальный элементарный двойный граф, тогда граф G минус E2 от G не связен. То есть, если выкинуть все два ребра, будет не связанный граф. А, предположим, противный. И выделим в этом графе остовное дерево T. Смотрите, там такое дерево есть. Я думаю, что для любого графа ребра E из E2 от G в T плюс E существует цикл C, если ровно одно два ребра, а именно E. Ну, понятно. У нас есть дерево, и мы замкнули две его вершины ребром E. Ну, так в том, что мы замкнули есть цикл. И в нем ровно одно два ребра. А сколько должно быть? А должно быть два. Ай-яй-яй. Вот так. Противоречие. Теперь мы докажем вот такую вот оценочку на число два ребра. Как-то неудивительно, она тоже точная. На самом деле, пример строится несложно. Я не ставлю свою картинку, просто потому, что при разных остатках отделения на 6, грубо говоря, разный базовый старт, а дальше размножается примерно одинаково. Строится несложно исходя из логики рассуждения. Тут немножко надо прописать вот инцидент. Ой, могут «ыть» инцидент. Ну, в общем, пока вы смотрите на «Стетство 9», я в «Стеме 8» «ыть» исправлю. Потому что, конечно, «ыть» они не должны. «ыть» я сейчас уже включил. Хотя эта штука не признает некоторые хорошие слова. Например, она упорно предлагает слово «подграф» разделить на 2. Можете еще вот пусть К0, К2, К2, количество шести, или на 1, 2. К1 она должна быть. Правильно, уже заменил. Это я к нестаю. И что там не так? А, «в» маленькая. Понял. «Ф»-то большое должно быть. Ну, сейчас мы проведем ремонт. А вот здесь у нас инцидент. Инцидент, кстати, он тоже... А, я понял, почему это так легко найти. Инцидент «нв» и «инцидент на» ему не нравятся одинаково. Он не признает слово «инцидент». Ну, дурак. Кого он? Спеллчекер. Причем в программе, которая для того, чтобы писать в техе. Кайл, он редактор для теха. Но он использует какой-то чужой спеллчекер, подгружает. И этот спеллчекер, видимо, не знает математики. Во всяком случае, теории графа. Но слово «ыть» он тоже, к счастью, не знает. Мы его нашли, это слово «ыть». Ну что, теперь лучше стала эта опечатка? «Да». А мы будем строить серию премиев, показывающих точность, что при любом вы объекта совершили? Нет. Я поленился. На самом деле, она есть. Я написал, что это можно сделать. Если я хотел построить, я бы изрисовал страничку картинками. Но она не очень интересная. Там, где я давал задачу, например, номер три, там, примерно, что-то не так очевиден. Нужно было вспомнить конструкцию, которую мы, например, применяли давно. Классическую конструкцию. Но она посложнее. А этот пример, ну, вы наберете либо С6, либо кое-что у него похожее, в зависимости от остатка длины на 6. И начинаете вот именно что рисовать, тоже как вот мы с Стасом только что обсуждали, рисовать эти уши. Все уши рисуются длины как раз три. Да, и нужно правильно подключать их. Это все делается. Картинки я видел, они ничего, как бы, не элементарно, интересного, идейного не добавляют. Ну, надо будет кому-нибудь задачу вот из тех, кто не решает задачи на вот что-нибудь такое просто. Я уже заготовил несколько простых задач, чтобы всем нормальные оценки поставить. Честно, чтобы я не пытался. Ухо длины 1 это решено, или? Да, но его не может быть в минимальном графе. Это мы уже знаем в прошлой лекции. Никак не может быть. И цикл 1 и 4 не может, конечно, под графом это все уже знаем. Так, ладно, поехали. Пусть F это граф G минус E2 от G. Он лес. Мы это знаем, причем лес хотя бы двухкомпонентный. То есть, это не дерево. Давайте K0, K1, K2 это, конечно, вершина в степени 0,1,2 в лесу F, соответственно. V это, конечно, вершин, а C это, конечно, компонент F и оно хотя бы двоечка. Последствия 8. Как это последствия 8? K1, K2, K3. Нет, последствия 9. Где K1, K0, K3? K0, K1, K2. А, K3 это K0. Сейчас исправим. Ну, 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 что делать? Ну, бывает. Так, во-первых, еще последствия 8. Как это не странно. А это следствие 9. Вон там 9 следствие, да? Ну, здесь будет K0, K1, K2. А дальше вроде все правильно с нумерацией. Попытка номер следующая. Итак, что мы можем сказать про количество вершин, про сумму степеней вершин этого дерева? Оно, во-первых, 2 на V минус C, правда? Потому что C это, конечно, компонент. Мы знаем, сколько в дереве ребер, значит, в лесу тоже с компонентом. Во-вторых, у нас K1 вершина степени 1, K2 вершина степени 0 вообще не дает нам ребер, да? У нас K1 вершина степени 1, K2 вершина степени 2 дает 2K2, а остальные умножаем на 3 и пишем знак меньше равно. Потому что, конечно, это может быть не равно, тут могут быть вершины в большей степени 3, но тем не менее. И 3 будет на V минус K1 минус K2. И дальше теперь давайте раскроем скобочки и поймем, что 3K0 будет, да? Мы все K перенесем в другую сторону действительно знака больше равно. Поэтому будет 3K0 плюс 2K1 плюс K2, да? Почему? Ну, смотрите, минус 3K0 пошло 3, минус 3K1 плюс K1 будет 2, и минус 3K2 плюс 2K2 будет 1K2. K будет с этой стороны, и это хотя бы V плюс 2C. потому что было 3V, оно пришло туда, да? Сейчас. Плюс 20 секунду. Да. Потому что 3V было слева, 2V вышло с него, а минус 20 стало 20. Вот такое все вроде получается. Проверили. Тогда на K2 получается такое неравенство. Давайте я его выпишу, потому что мы сейчас страничку перевернем, а неравенство нам пригодится. Так получается, что в K2 хотя бы V плюс 2C минус 2K1 плюс 3K0. Вот такое суперское неравенство. Наверное, можно при этом уже стереть мега-картину сверху. Минус, конечно. Конечно же, минус. Вот так. Теперь мы перевеснем этот слайдик, чтобы пойти дальше. А что мы дальше видим? Пусть X совершена в степени 2 и ее окрестность это Y1 и Y2. Давайте я буду подрисовывать эту картинку. Вот у нас есть X между нас Y1 и Y2. Это все, по-моему, в графе F. Вот. И что мы знаем? Мы знаем, что F это G минус E2 от G. То есть степень X она и была 2. Она не могла быть больше. Потому что какие ребра мы ударяли? Мы ударяли ребра между вершином в степени 2. После этого образовывается вершин в степени 1 или 0. Правильно? Значит, у нас не могло появиться много вершин в степени 2, 3 и так далее. Все вершины, имеющие в лесу F в степени 2 и больше, они такую степень не имеют в графе G. Вот. А что я хочу вам сказать? Значит, в G окрестность только не Y и X. Это опять же Y1 и Y2. его X объявим. Блин. Вот. вот так другое дело. Ага. Получилось? Да. Ага. Дальше. Я думаю, что у Y1 и у Y2 в степени в графе G хотя бы троечки. Потому что если бы они были бы двоечка, они не могли быть единичками. Почему не могли быть единичками? Потому что граф был связанный, да? G. Значит, они либо двоечки, либо G, либо больше. Если они были бы двоечками, то XY1 было бы 2 ребра, если Y1 тоже двоечка, да? И мы его ударили. А мы его не ударили. Раз мы XY1 не ударили, и XY2 не ударили, то и р1, и р2 вершина большой степени. Вот. Что я хочу сказать. Тогда х смежно в лесу с двумя вершинами, которые остались в большой степени, потому что большая степень не терялась. Правильно? В лесу f она смежно с двумя вершинами, которая степень осталась большой. Более того, хочу вам сказать, что эта вот степень не могла стать тогда не только двойкой, не могла стать и единицей. Значит, главное выкроем отсюда легко сделаем. В лесу f вершина степени 1 и 2 не смежна. В вершина степени 1 и 2 ни с чем не смежна, это мы не будем доказывать в лесу f, да? А вот в вершина степени 1 и 2 те книжки могли быть смежны, но они не смежны. А отсюда мы выводим, что v минус c, это конечно ребер веса f, хотя бы 2k2 плюс k1. Почему? Потому что каждое ребро инцидент на не более чем одной из вершин степени 2 и 1. А каждой двушки инцидент на 2k2, то есть 2k2 дает, и единички инцидент на 1, дает k1. Вот. Так получаем 2k2 плюс k1, и в этой сумме никакое ребро не могло бы посчитать на дважды. Давайте представим 1 в 2. Что такое 1? 1 это оценка на k2, да? Вот берем 2, v минус c, хотя бы 2k2, а вместо 2k2 пишем это у крокодила. Проблемо k1. Что мы получаем? 2v плюс 4c минус 3k1 и минус 6k0. Отсюда 3k1 плюс 6k0 хотя бы v плюс 5c. Потому что мы переносим это туда и получаем... Сейчас, секунду. В плюс 5c. Да, да, да. Мы переносим v направо, оно станет меньше равно, и c туда. Получается 5c и v. И, значит, 3k1 плюс 6k0 хотя бы v плюс 5c. То есть k1 плюс 2k0 хотя бы v плюс 10 на 3. Где-то у нас там уже появлялось v плюс 10 на 3. Почему? Потому что v плюс 5c на 3, а c хотя бы двушечка. Вот. Теперь вспомнил, что граф G2 связен. Значит, delta g хотя бы двойка. Тогда каждая из k0 и вершины степени 0, vf инцидент на двум ребрам из e2 g. Это естественно. А каждая вершина степени 1, vf инцидент на одному ребру из e2 g. Да, и, кстати, эти все ребра разные, да. Мы это уже знаем. Поэтому e2 g ровно в точности равно 2k0 плюс k1 пополам. Почему? Потому что у каждого два ребра два конца, да. А из вершины степени 0 мы удалили 2, и из вершины степени 1 одну. Значит, 2k0 плюс k1 пополам. Ну и получается e2 g, конечно, равно 2k0 плюс k1 пополам. Но оно же и больше равно тогда, да. А это уже больше равно, чем vg плюс 10 на 6. Поскольку e2 g целое число, мы имеем, что оно хотя бы верхняя целая часть, vg плюс 10 на 6. Все. Ну что, перерыв объявляем? Да. Сейчас я посмотрю, что мы там дальше. Видимо, перерыв 5 минут. Я сейчас верну 9, а тут немного уже успеем. Все закончить. Смело берем перерыв 5 минут. Оставляем слайд, чтобы вы могли над ним помедитировать. Потому что, видите, какая-то простая относительная наука. Пример. Ну, пример, в общем, не ахте какой сложный. Хотите, я могу запостить картинку, сканировать и запостить. Мне лень ее рисовать, я могу запостить. А, вообще, я могу даже сделать pdf-сканы вклеить. Как интересно. Потому что самому мне рисовать лень. А там очень старательно у Олоса нарисованы 3 картинки. Потому что для каждого у нас четное число. Может быть, по модулю 6, 2, 4, 0. Являющийся над графом Ж0 такое, что Е' минус В' не больше, чем Е0 минус 2. То есть можно достроить Ж0 до красивого надграфа. Причем в нем вот это вот число, Е минус В, не больше, чем Е0 минус 2. Это, на самом деле, не странно, конечно, что фигня, а на самом деле это важная вещь. С помощью этого утверждения очень много хитрого. У Олоса она называется леммой, а потом куча из нее выводится, называется теоремой. Но я прикладываю, что именно она теорема, потому что эта штука и сама вообще довольно интересная выглядит. Еще из нее кучу всего следует. Вот именно из этой. Мне она понравилась чем-то. Значит, рассмотрим минимальный красивый элементарный под графом Ж' графа Ж, который содержит Ж0. Такие есть. Знаете, почему такие есть? Потому что есть Ж. Ж красивый. Ж содержит Ж0. Если есть один, то есть и минимальный, да? Минимальный мы назовем Ж' И мужчины говорят, что Ж' нам подходит. Если Ж' равно К2, то Ж0 равно К2. Есть сомнения? Он же без заливных вершин. И все хорошо. Потому что тогда Е от Ж0 минус 2 это минус 1. А Е от Ж' минус Ж' тоже минус 1. То есть левая и правая часть этого неравенства, вот это вот, это и минус единица. Все хорошо. Теперь так. Если Ж' четный цикл, тогда Е минус В у него нолик. Но в этом случае Ж0 не равно К2. Знаете, почему? А мы знаем, что любое ребро элементарного графа образует красивый подграф. Потому что мы знаем, что все без любого ребра, по теореме 1 еще, по самому 1, разбивается на пары. Есть совершенно просчитание. При выкидывании любого ребра. Поэтому если Ж0 это К2, то Ж' это К2. О! И никак не С, не цикл. Значит, получается, что в этом случае, если у нас Ж' это цикл, то в Ж0 хотя бы 2 ребра. Потому что элементарных точек в нем нет. Тогда граф Ж' нам подойдет, потому что Е от Ж0 минус 2 это хотя бы 0, а Е от Ж' хотя бы 0. Вот. Значит, мы таким образом убрали два исключительных случая, когда нет вершины степени хотя бы 3. И дальше мы считаем, что Ж' имеет вершины степени хотя бы 3. Потому что иначе это было бы либо С, либо четный цикл, либо К2. А из случаев мы разобрали. На этом мы с исключениями-то мы покончили. Осталось покончить теперь с одержательными случаями. Итак, пусть W это множество всех, в высшей степени хотя бы 3. Вот сейчас мы будем фигерить. Мы будем применять следствие 6. Давайте я вам покажу следствие 6, чтобы знать, что мы будем применять. Оно сомнение у вас не... Вот, вот. Вот пусть есть граф и W это такое множество, что все вершины кроме него имеют степень 2 в графе G. И пусть Ж' получен уже несколькими операциями такой, замены пути P с концами W на новый путь P' такой же четности. Все вершины и в старом, и в новом пути имеют степень 2. И новые, все они разные, все не пересекаются. Вот. Тогда если Ж элементарный, если только если Ж' элементарный, да? Это мы доказывали. Вот сейчас мы это будем использовать. Костя, было такое? Сейчас, сейчас. Ну, короче, если граф перегоняется один к другой заменой на пути такой же четности, причем в обе стороны можно менять там по-разному. Длина может меняться во все стороны. Это будет очень прикольная конструкция. По всему видно, что лоуса, потому что он не написал чья. Смотрите-ка, это на самом деле красивая конструкция. Вот. Вот пример. Давайте перестроим Ж' в Ж звездочка. Что мы хотим? Мы хотим... Мы что... Объясню, зачем это делать. Что мы знаем? Мы знаем, что в каждом мухе есть два ребра. И в исходном цикле два два ребра есть, да? Мы хотим, чтобы каждое два ребра графа Ж звездочка как-то соответствовало бы ребрам графа Ж0. Вот. А в Ж штрих это не обязательно так. Поэтому мы перестроим его в другой граф Ж звездочка. Доказываем, что Ж звездочка тоже... Ж0 у нас красивый, значит, Ж0 у нас минимальный элементарный граф. Мы знаем, что красивый является минимальным элементарным. Это мы уже доказывали. Красивый упал граф минимального элементарного графа, минимальный элементарный. Вот что мы доказывали. Это была одна из первых тем. Лем там про элементарные графы. Минимальные. Вот. А сейчас мы все это будем применять. Вот такой план. А что мы будем делать? Да, в Ж звездочке теоретически возможны даже кратные ребра. Вот по построению. Потом действительно станет понятно, что их нет. Но я хочу сказать, что вся теория, которую мы там делали, в принципе, не развалится кратно. То есть то, что мы применяем, не развалится кратных ребер. Потому что, естественно, если мы нарисуем к ребру кратное, то граф элементарно быть не перестанет. Правда? Если исходное ребро попало в просочетание, то кратное ему тоже может попасть в просочетание. Правда? Можно поменить исходное, а подменить исходное кратным. Поэтому... Минимальности, правда, честно говоря, минимальность при этом, конечно, утрачивается. Да? Да. Ну и ладно. Поэтому-то и понятно стоять, что кратных ребер нет. Тем не менее, все факты про не... Факты про не минимальные элементарные графы будут верны при добавлении кратных ребер, доказанных там. Потому что ничего при этом не меняется. Никакая связность там графа из элементарных не меняется. Потому что, если добавляем... Мы и так знаем, что все ребра хорошие, допустимые в ход просочетания, кратные им тоже войдут. Вот. Так что, преступления в наплодить кратные ребра нет, а потом мы выясним, что мы их еще не наплодили. Но это к тому, что в процессе вот этого предместительства 6, когда мы меняем пути на пути, теоретически могут возникнуть кратные ребра. При заменении, скажем, у вас было между вершинами путь пятерочка и путь троечка, да? Мое заменение может быть на два ребра. Но от этого элементарность графа не пропала. Вот минимальность там все, что хочешь, может быть. Но элементарность не. Вот. Итак, смотрите. Мы рассмотрим все простые пути в графе W. В графе G с концами W. Вот, пример. Был же штрих, мы его сейчас будем перестраивать. Вот, A, B, C, D это вершины степени хотя бы 3. Их мы оставляем. Остальные вершины будем безжалости менять. Итак, рассмотрим по очереди все пути с концами W. Вот есть такой путь A, B. С концами A, B, P. И меняем его на Q по следующему принципу. Если P нечетный, не пересекающий G0 по ребрам, то Q ребро A, B. Внимание! Для разных A, B пути добавим разные ребра. Потом, кстати, понятно, что это будет не может. Вот пример. Вот здесь штрихованные ребра. Это ребра, которых нет с женой. Жирные, которые есть с женой, да? Вот берем, например, путь между A и B. Вот такой, да? А, нет, 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 нет. Секунду. Нечетный путь надо найти, да? Где он был такой, был у нас нечетный. Во, например. Ага. Нет, что здесь такого нечетного? На этой картинке. А, есть! О, A, D. Это нечетный путь, не содержащий ребер. Кому это можно? Который не содержит ребер из графа женой, да? И вот мы рисуем вместо этого ребро A, D. Одно. То есть, любой нечетный путь, не пересекающий женой, меняем на ребро. Дальше. Нечетный путь, пересекающий женой, мы меняем на путь длины 3. Какой бы он ни был. Вот, в частности, самый хитрый пример. B, D было ребром здесь, такой путь был, да? И мы его заменили на путь длины 3. Вот такое тоже бывает. То есть, любой путь, имеющий хотя бы одно ребро из женой, в том числе и само ребро из женой, мы меняем обязательно на путь длины 3. И, наконец, четный путь. Любой четный путь, неважно пересекает или не пересекает на женой, мы меняем на B путь длины 2. Естественно, внутренние вершины этих путей всегда новые. Вот, например, вам пример. Из этого дела получается вот такое. Надо в доме, конечно, при этом сохранять, потому что мы четность не меняем. Ну, вот, например, был такой хитрый путь из А в С, да? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И мы вместо него рисуем путь длины 3, потому что он содержит жирненькое ребро, да? Вот, А, Б и Ц, Д имели четные пути. Вот из Ц в Д есть четный путь. И из А в Б есть четный путь. Мы вместо них нарисовали такие. А ребра мы провели вместо того, что не имело ребер из Ж0. Вот такая картинка. Так вот, последствия 6 уже звездочка элементарная в Дулинграф. Не минимальный, но элементарный. Минимальным он тоже окажется, но потом. А вот то, что элементарное, это последствия 6. Как можно доказать, что какой-то граф является минимальным элементарным? У нас есть самый простой способ доказать, что это является минимальным, как вы думаете? Пока не пережил страничку. Ну, от противного же. Ну, пусть не минимален, тогда получим, что же штрих тоже не минимален. Вот такой у нас план. Да? А о чем тут думать? Значит, теперь мы будем утверждать, что Ж0 это минимальный метрендарный граф. Еще я хочу сказать, что по построению каждому два ребра графа Ж звездочка, соответственно, три пути между вершинами из Дубль В. Действительно так. Давайте еще раз посмотрим на картинку. Вот два ребра. У нас есть два пути. Один пути ребра и три пути. Один ребра, один пути. Между вершинами степени хотя бы три. Степень у нас не меняется, потому что мы новое ребро рисуем для каждого пути. Дальше. Два, два пути не содержат два ребра, а вот только три пути содержат ровно одну ребру. Получается, что Е2Ж звездочка у нас не происходит Е2Ж0. Потому что каждому два ребра уже звездочка соответствует хотя бы одну ребру Ж0. И теперь надо доказать, что Ж0 минимальный метрендарный вдольный граф. Естественно, надо доказать минимальность. Потому что его элементарную вдольность мы уже доказали в средстве 6. Итак, предположим, что он не минимальный. То есть есть такое ребро Е, что Ж0 минус Е элементарный вдольный граф тоже. Е не может быть инцидентно добавлено в вершину степени 2. Почему? Потому что... Ой, тут я написал... А, все правильно. Потому что дело в том, что у нас в этом случае, который мы рассматриваем в графе, точно больше двух вершин. Ж0 звездочка. Вот. Почему больше двух вершин? Ну, смотрите, огнем могут быть две вершины. Это К2. Если две вершины. Потому что он элементарный вдольный. Но К2 у нас, получается, никак не мог в этой перестройке. И К2 он мог быть только, если этих белых вершинок было ровно две. Да? Но тогда между ними должно было быть три пути. Потому что в начале граф был даже не циклом. А если между ними есть три пути, то тут между ними как минимум три ребра. Да? Сейчас. Что там написано? Почему это очевидно? Неочевидно. Ну, минимум три пути должно быть. А? Три пути тоже должно быть тогда. Три пути тоже должно быть тогда. Три пути должно быть, да. Ну, давайте, ладно, давайте нарисуем картину. Чего что-то молчится-то. Временно на самосе. Каждый путь или на путь? А, так, но мы хотим сказать, что В больше двух Ну, а по-любому Может быть, это не стоит говорить Если у нас получился такой граф И даже в нем Может быть, несколько ребер Только такой мог быть граф в степне 2 Когда все это ребра Но тогда, извините, женой был пустым Потому что каждый Любил женой, соответственно, три путь Ага А в таком графе три путей нет То есть он мог оказаться К2 с дополнительными ребрами В таком случае, если женой пуст Женой не пуст Женой без заявленных вершин, а в нем есть ребра Так что, все-таки у нас Вэдж-звездочка Больше двух, Вэдж-звездочка-бинус-е Тоже больше двух А элементарный двудольный граф должен быть двухсвязан Если в нем больше двух вершин, это мы тоже знаем Вот Значит, мы не можем убирать Никакие из ребер инцидентных вершин в степени 2 Правда? Значит, нет с точки, как мы говорим, это ребро Мы говорим, это вот такое ребро Между двумя вершинами из W проходящие Чему соответствовало такое ребро Между двумя вершинами из W? Путю, который был нечетным И не имел Чего он там не имел? И не имел Ребер из G0, да? Вот, типа А, D или B, C на этой картинке Значит, помнишь, что Е это ребро А, B Где А и Б из W По состоянию, это ребро Ставит нечетного по пути P в G-штрих То есть внутренняя вершина, которая у меня степень 2 И нет ребера с G0 на нем Рассмотрим, такой ценный граф G-штрих-штрих Равный G-штрих Минус внутренние вершины пути P Вот этот путь P, который соответствовал Любому Е Мы убрали все его внутренние вершины нафиг Соответственно, все ребро тоже Коскопоще говоря, нужничками вырезали путь P Так вот, этот граф G-штрих Брат-близнец графа G-штрих-минус Е Потому что наоборот У этого G' Он получен Из Ж' минус Е Замена нескольких путей между вершинами из W На пути такой же четности Вот так получается В одну и в другую сторону это работает Потому что Е как раз соответствовало пути П Который мы вырезали Значит все остальные пути Ребра друг друга там соответствовали Мы так заменили по построению И обратно G' получается Минус синтез П Получается Ж' минус Е Ну так тогда Ж' это элементарный граф Правда? Двудольный, да И кроме того Ж' его под граф Потому что в удаленном пути П Не было ребра Ж' Значит и без него Весь Ж' содержится Такая, извините, а нафига нам брали Ж' Если мы остались Мы могли рассмотреть Ж' Он тоже элементарный двудольный граф Накрывающий Ой, Ж' Тоже элементарный двудольный граф Накрывающий Ж' 0 Ну и мы бы его рассмотрели А мы же минимально брали Так что Ж' мы бы не взяли Вот так Доказали утверждение Осталась Приятная работа Подведение итогов Что все очевидно И на самом деле Это последняя серьезная теорема Дальше будут простые Следствие из него куча разных Мы как раз закончим вовремя И не надо будет нам никакое Это Главу Начинать Не хочу начать голову Начнешь И расскажешь какую-нибудь там ерунду И все И до свидания Лучше начнем в следующий раз Так это уже не доказано Следующие на поиски дня У нас будет Средство из-за теоремы Их будет много И симпатичных Еще будет теорема 10 Немного короткая Вот завершение Такая теорема Что мы знаем Мы знаем Что Еж штрих Минус Ведж штрих Равно Еж штрих Минус Ведж штрих Потому что мы меняли Путь на путь При этом У нас Значит Это грубо говоря Ухо на ухо Но неважно Путь на путь Да Значит Берем множество Дубль В И по очереди Добавляем пути Добавляем одинаковые пути Между теми вершинами Значит число Еж штрих Минус Ведж штрих Еж штрих Минус Ведж штрих Минус Ведж штрих При заменении пути На путь такой отчетности Она не меняется Это очевидно Значит Неравенство 1 И средствию 8 Все-таки Что такое неравенство 1. Я его могу сюда даже выписать, хотя она несложная. Е2 от G звездочка меньше равно Е0. Это мы знаем. Что такое у нас следствие 8? Следствие 8. Не, я же пошел. Следствие 8. Точно следствие 8. Е2 от G. А, Е2 от G, хотя бы Е минус В плюс 2. Ну, там не Е2 от G это будет именено, но тем не менее. Вот. Вы используете два факта. Теперь посмотрим, что мы из этого получили. Е10 от G, естественно, 8. Е0, хотя бы Е2 от G звездочка. Но это вот, это неравенство 1. Дальше, Е2 от G звездочка, хотя бы Е2 от G звездочка минус В от G звездочка. Почему это так? А потому что два ребро лежит на три пути. Это серединка три пути. В каждом из них одно. Вот. А в некоторых путях, которые у нас там есть, даже их и нету. Сейчас, секундочку. Что-то здесь не хватает. А это равно... Стоит 8-то зачем? По-моему, оно вам не нужно. Это, мне кажется, я написал, откуда скопировал последствия 8, а переделал в неравенство 1. А это равно ее G штриху, это вот же штрих. Если мы доказываем, доказать, то все в порядке. Конечно, надо всего лишь четко понять, почему я... Так, сейчас, следствие 8 мы убираем. Оно тут вообще не нужно. Потому что там и буквы И не стоит. Потому что там просто ничего не должно быть. По неравенству 1 мы получили вот эту всю красоту. Иначе осталось понять, почему Е2 от G звездочка, хотя бы Е2 от G звездочка минус В от G звездочка. Ну, давайте посмотрим еще раз на граф G звездочка. Вот он. Где у вас лежат Е2? Так, Е2 хотя бы... Ну-ка, секунду. Нет, что-то тут не так. Секунду. Е2 от G звездочка, хотя бы Е2 от G звездочка минус В от G звездочка. А, так это, видимо, это все-таки так и есть. Вот, смотрите-ка сюда. Там даже где-то плюс 2. Я помню, в чем ошибка. Следствие 8 было. Тут минус 2 должно быть. Я плюс 2 пропустил. Мы знаем, что Е2 от G звездочка в минимальном графе хотя бы вот столько. Плюс 2. Вот, следствие 8 было. Сейчас мы сделаем все верно. Сейчас. Вот пропустишь минус 2, а потом думаешь, что я хотел сказать. И следствие 8 для минимального графа G звездочка. Вот как оно. Это, кстати, следствие 8 для минимального графа. Да. Только там должно другое стоять. Тут двоечка. Там Е минус G плюс 2. Так и нам надо-то плюс 2. Но поскольку ЕG звездочка минус 2G звездочка равно ЕG штрих минус 2G штрих, то все будет в ажуре. Все будет в шоколаде. Поехали. Да, тут я немножко забыл плюс двойки везде написать. Вот теперь вроде все понятно должно быть. Смотрите. Для графа G звездочка примерно следствие 8 и примерно равенство 1. Примерно равенство 1 первое, я думаю, хотя бы Е2 от G звездочка. Второй знак больше равно. Это следствие 8 для графа G звездочка. А третье равно, это построение G звездочка с G штрих. Все. Наказали. И отсюда вообще в один шаг следствие 10. Любые. Звучит, но красиво. Потому что прокрасивое. Любые два ребра элементарно-гудольного графа, причем не обязательно минимального, кстати, лежат на красивом цикле. На красивом. Да. Кстати, хочу сказать, что вот в девятой теореме, заметьте, он тоже не обязательно минимальный, просто элементарный. Потому что у нас дальше G штрих минимальный. А, нет, у нас G звездочка минимальный, элементарный граф. А G штрих минимальный содержащий. Это хитрая конструкция. То есть реально минимальный граф появляется только вот здесь. Только не G 0, а же звездочка. Пфу, хорошо, что хоть заметил. Какое с G 0-то? Сейчас. То есть только в G звездочке появляется минимальный элементарный граф. Соответственно, мы тут применяем науку минимальных элементарных графов, для этого не просто элементарный граф. Конечно, G... Где-то было G 0 вместо G звездочка. У нас везде должна быть G звездочка здесь. Утверждение внутри теоремы 9, которое... Итак, действительно, пусть G 0 под граф G индуцирует на этих двух ребрах. То есть это два ребра и все их концы, которых либо 2, либо 3, да? Либо 4, либо 3. Так вот, тогда G 0 двойка. Правда? Значит, по теореме 9, то есть это красивый элементарный вдольный граф G штрих, в котором... E от G минус V от G уже не больше, чем 2 минус 2, да? Потому что там E от G 0 хотя бы E минус V плюс 2, здесь мы двойку вычитаем, это 0. Получается, что есть красивый элементарный вдольный под граф G штрих, содержащий эти два ребра, в котором это число 0. Граф у нас, извините, связный, правда? Потому что он элементарный. Какой мы знаем элементарный вдольный граф? Связный, у которого E минус G это 0. Только цикл это может быть. Значит, это красивый цикл. Во, вот так вот нашли мы его. Причем простой цикл. Это уже тривиальные следствия пошли. Типа на халяву. Может быть, я джеш-трик на свой джеш-трик? Или сейчас? Да. Да. Это безусловно так. Ну, есть тут опечатки. Прямо признаем это. Есть. Штрих. Действительно так. Ну, поехали дальше. Так, следствие 10 есть. Следствие 11. Пусть же элементарный вдольный граф. Тогда же минимальный, если только если никакой его красивый цикл не имеет хорды. Вот так. Мне кажется, две стороны. Значит, пусть элементарный. Предположу, что красивый цикл G. C имеет хорду AB. Давайте ее нарисуем. Да, мы знаем, что есть вдольное раздражение на уши стартующая с цикла C, потому что C это красивый цикл. C объединить поединок G до ДПК. Но что я могу сказать про хорду AB? Хорда AB, ее два конца уже добавлены на шаге на первом, в C добавлены. Значит, хорда AB обязательно будет ухом. А мы знаем, что минимального графа G хорда добавлена не может быть ухом. Знаете почему? Потому что был каждый частичный объединение, это элементарный граф. А добавляем еще ребро, и стал опять элементарный, что он не минимальный. Вот так. Ну, тут, конечно, я нагло написал, нужно потом будет расписать поподробнее. Но дело в том, что мы знаем, что у нас каждая частичная сумма вот такая, каждое частичное объединение, это красивый под граф, да? А красивый под граф минимального элементарного графа, это минимальный элементарный граф. Верно? Вот цикл будет написать. Вот, значит, вот тогда, когда мы добавили ухо AB, мы добавили, мы сделали минимальный элементарный граф. Это не так. Добавив ребро, мы его минимальным сделать не можем. В обратную сторону. Пусть же не минимален. Сейчас, нет, 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 не так. Пусть же минимален. Секунду. Мы доказали, что если красивый цикл, что если минимален, то красивый цикл не имеет хорду. А, все правильно. От противного? Все правильно, от противного тоже. Пусть же не минимален, и мы знаем, что красивый цикл не имеет хорда. Так вот, G минус Е тоже элементарный. И это явно не К2, потому что какой там красивый цикл с хордой в К2? Тут опять у нас нету кратных ребер. Мы кратные ребер применяем только в теореме 9, там без них никак. Вот, потому что кратные ребер, конечно, бессмысленные, но они ничего не портят. Там мне даже помогли. Временно помогли. Значит, смотрите, G минус Е явно не К2, значит, граф имеет ребра инцидентные А и Б, правда? Имеет. Имеет, да, это не мог подсказать мне спидачеки. Ну, конечно, имеет, это вы правы. Это, конечно, имеет, да. Сейчас АБ именно одной из ушей, да, тогда мы доказываем вправо? Вправо? Но посмотрите, у нас уже добавлены изначально концы ребра АБ. Как оно не может быть ухом тогда? Оно обязано быть ухом. Каждое ухо – это путь с новыми вершинами внутри. Если он в конце ребра АБ добавлен, то АБ обязан быть ухом любом. Так, и так, значит, G минус Е не К2, имеют ребра инцидентные А и Б. Так эти два ребра инцидентные… Давайте нарисуем картину. Вот ребра АБ, которые мы удалили. Вот есть еще какие-то ребра инцидентные его концам. И в графе G минус Е, в G минус Е, есть красивый цикл, который эти два ребра содержат. Тогда в G, это красивый цикл, имеет хорду АБ. Красивый цикл – это всегда простой цикл. То есть, более того, это красивый цикл, красивый цикл с хордой и прочее. Так что, оказывается, отсутствие красивого цикла хорды – это тоже такой критерий элементарной двудольности. И минимальность никакая уже не нужна. Вот вот, чем мне это нравится, что мы, как бы, теорию разработали минимальных графов, а теперь можем ее применить для описания структуры уже не минимальных. Это в чем-то забавно. Я не понял, что у меня фразу, это почему-то критерий элементарной двудольности. Ну, G элементарной двудольной… А, нет, критерий минимальности, я оговорился. Но там, вот там-то, мы не требовали минимальности. Поэтому мы можем где угодно это применить. Фраза была неверная, лишняя. Но это еще не последнее следствие. У нас еще чуть-чуть осталось. Ой. Нет, не осталось. Осталось? А кто тормозит процесс, Костя? Почему не осталось? Не хочу оставлять терему тоже. Я вообще думаю, что мы заранее закончим. Осталось. Главу 6 закончить надо. Тем более, это, конечно, сложно. Итак, вот, пусть G 0 под граф некоторым элементарным, два слайда двудольного графа, слайды жирненькие такие. Скажите, что это такой минимальный элементарный двудольный над граф G, графа G 0. А что вы от Женни больше, чем... Не, ну ладно, на самом деле, если что, тут двои, конечно. Если все устали, давайте. На самом деле, я могу, наверное, я здесь целая теорема, естественно, я могу начать с него в следующий раз. Но единственное, что надо будет вспоминать все то, что мы применяем. Тема 9 там... 52. Как скажете, ребята? Нет, в принципе, не дал. Слайд, два слайда. Я, честно говоря, думаю, что мы рано закончим, но что-то мы не торопились. Я тоже не торопился. Так вот, важно, что Ж 0 под граф некоторым элементарным двудольного графа. Так что это такой минимальный элементарный двудольный над граф G, графа Ж 0. То есть, если его можно погрузить в элементарный двудольный граф, то можно погрузить в минимальный элементарный двудольный G, который будет его над графом. Причем надо, чтобы V от G не больше, чем V от G 0 минус 10. То есть, вершины раздуются не больше, чем 12 раз. И E от G минус V от G не происходит E от G 0 минус 2. Вот. Ну, это мне не так нравится, как предыдущее следствие. Но, тем не менее, это тоже почему-то прикольно. Доказывается, потому что это стерема 9, на самом деле. Во-первых, минимальный элементарный двудольный над граф графа Ж 0 явно существует. Потому что, смотрите, наш Ж 0 погружен в какую-то большую H двудольный элементарный. Для этого H и его под графа Ж 0 мы применяем стерему 9. И находим минимальный элементарный двудольный над графа Ж 0, который является под графом этого большого общего мира H. Да? И из них выбираем наименьший Ж. Самый наименьший этот минимальный метрный граф находим. Вот. Теперь в этом же... Что мы дальше можем сказать? А в этом Ж... Вот давайте я всякие картинки нарисую. Тут такое философское рассуждение получается. Вот этот вот Ж 0, мы уже его погрузили в Ж, который минимальный. Теперь для Ж мы тоже можем провернуть теорему 9. И знаем, что в Ж есть такой над граф Ж 0, которого зовут Ж штрих. Он тоже минимально элементарный, кстати говоря, двудольный. Что Е Ж штрих минус Ж штрих не больше, чем Е Ж 0 минус 2. Но он еще и минимальный элементарный и под граф Ж. А Ж был самый маленький минимальный элементарный, содержащий Ж 0, да? Значит, Ж штрих обязан быть равен Ж. Вот так. То есть, получается, что вот здесь штрих можно убрать. По всем. Например, по количеству... По включению, например, этого достаточно. В данной ситуации. Просто хотел сказать, минимальный из них по включению. Минимальный по включению у минимального звучит чуть-чуть кривовато. Теперь давайте посмотрим на ребро XY из Е2 от Ж. Если XY это не вершина исходного графа Ж 0, то это внутренняя вершина какого-то АБ пути 2 и 3, правда? Вот, есть какой-то тогда путь. Если получается, что это какой-то путь, и здесь вот эти XY степени 2. Какое-то интересное мы взяли. Но мы прекрасно можем вместо этого пути, мы же сами рисуем этот граф. Давайте мы прекрасно заменим на его АБ и получим новый двудольный граф H, который тоже элементарный. Потому что если мы меняем нечетный путь, а в данной ситуации мы не весь путь меняем, мы вот это взяли ребро, путь может быть там более длинный, но мы взяли вот такой кусок длины 3, да? И его заменили вот на это новое ребро. Вот так можно делать. Вот. Давайте мы в H тоже будет элементарным графом H. Теперь дальше. Если H не минимален, вот мы сделали такую вещь. Мы произвели все, произвели такую замену, если все такие замены. Ага, все правильно. E это, пусть H не минимален. Тогда в H можно надеть какое-то ребро E, такое, что останется элементарным. Может быть это ребро E новое, может быть нет, я этого не утверждаю. А естественно E это не ребро пути P, потому что путь P мы и так удалили и заменили его на новое ребро. Сейчас. Я говорю, что E очевидно из E от G. Мы не можем то ребро убрать. А-а-а. Знаете, что мы не можем убрать вот это новое ребро? Потому что если мы могли бы убрать новое ребро, так что он остался двудольным, в исходном графе G мы могли бы убрать весь этот путь длины 3. Он бы тоже стал двудольным. А он бы не мог быть двудольным, мы брали самый минимальный. Я это распишу поподробнее. То есть еще раз, он минимальный был, G, который мы взяли, минимальный по включению, минимальный. Значит, его путь длины 3, из него мы удалить не могли. А если мы можем удалить новое ребро, вот это волнистое добавленное, то мы могли из старого удалить этот путь. по тому же принципу в теме 9. А так мы сделать не могли. Значит, получается, что ребро E, которое мы можем удалить из H, это все-таки ребро, то есть, неправильно сказать, не E не принадлежит E от P, а надо сказать, E не равно новое вот это вот ребро AB. E не равно AB. Вот. Значит, E это настоящее ребро графа G. Тогда граф G минус E элементарен по леме 4. Леме 4 это граф, это лема А замене нечетного пути на ребро. Что элементарность этого не меняется. Поэтому получается, что G минус E тоже элементарен, где E такое-то настоящее ребро. А так нельзя. G минус E минимальный элементарен аналоговальный граф, который на граф G0. Вот. На всякий случай. А что я здесь сделал? Я, с одной стороны, H не является под графом G. Да? Но мы из всех графов элементарно-двудольных, которые являются минимальными элементарными аналоговами G0, выбрали самый маленький. Поэтому, если мы G перестроили в H, то получается, что мы сразу могли взять построить H вместо построения G. Нужно будет повторять? Ну, смотрите. Существует минимальный элементарный надграф граф G0, мы это знаем. Один есть. Он под граф H. Но дальше мы рассмотрим все надграфы минимальные элементарные, двудольные. Не только под графом H. Все. Из них берем минимальный G. Вот что важно. Потом рассматриваем из него G штрих и понимаем, что это неравенство верно для G. Не для G штрих. Теперь идем сюда. G у нас минимальный элементарный. Мы заменили в нем путь длины 3 на ребро. От этого количества ребер, Костя, минимальность была по числу ребер. Например. Не по включению по числу ребер на минимальности. Я это тоже, сейчас я перепишу этот слайд. Получается, что мы не могли. Сейчас, а там, где вы отожмите, чем вы отжарите? Ну, конечно, мы взяли путь длины 3 и заменили на ребро между концами. Ну, так тоже, блин. Ну, и минимальный это считается по-любому из этих по понятиям минимальный. По понятиям он не минимальный. Мы уменьшили число вершин ребер, чего хочешь. Но он остался минимальным, элементарным. Так нельзя. Вот. Противоряю сейчас выбором G. Получается, что все ребра из Е2 инцидентны, из Е2 от G инцидентны вершином из V от G 0. А это означает, что Е2 от G не больше, чем 2 V от G 0. Все, финиш близок. Вот это все. Это понятно? Вы говорили, что минимальный монетарь, когда можно вытянуть с одной ребра, нельзя вытянуть на ребра, но вытянули больше. А, и по-другому с ней меньше. Вот поэтому я здесь минимальный я не писал, абсолютно наименьший. Потому что он минимальный по определению, а мы еще берем минимальный по V, или по Е, не важно, тут и по Е, и по В годится. Да? Понимаете, Миш? Да, просто наименьше по размеру 2. Да, еще и по размеру наименьше, да. Он минимальный, они оба, и G, и H. Но H меньше по размеру, так не бывает, так нехорошо делать. Вот так. Итак, Е2 от G не больше, чем 2 V от G 0. Переживайте, я несколько закончил раньше, в следующий раз закончу раньше. А может нет, трудно теорему оставлять. Надо было перерыв не делать, что-то казалось, что все очевидно дальше будет. А это все-таки очевидная теорема. Ну вот, по теореме 8 Е2 от G хотя бы V от G плюс 10 на 6. Там даже верхняя целая часть мы ее не применили. Но давайте 1 и 2 склеим. V от G плюс 10 на 6 не больше, чем 2 V от G 0, потому что здесь Е2, да, склеилось. А это значит, что V от G не больше, чем 12 V от G 0 минус 10. Вот. А условие на вот это вот, оно вот здесь доказано. Уже. Все. Все. Субтитры создавал DimaTorzok